Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBAG. Смотрим New York 3. Это моя любимая карта. Ни одну другую карту в World War Z я не играл столько раз, сколько эту. Потому что у меня есть прохождение медиком без убийств. Есть прохождение щитовиком только через щит. Есть прохождение палачом только через ближний бой без стрельбы. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылки я оставлю и в конце видео, и сейчас появятся. Поэтому, друзья, кому интересно, обязательно гляньте. Ну, что могу сказать. Карта не сложная, если ты хорошо умеешь бегать. Потому что здесь фишка этой карты в том, что все дефы идут на время. То есть здесь не важно, сколько ты убил, здесь важно, чтобы тебя не убили за это время. Несмотря на то, что дефы с ботами здесь сложноваты. Потому что, ну, мне кажется, боты здесь это такое себе. Они, скажем, объективно будут умирать. Не знаю, я очень люблю эту карту. Есть девайс. Здесь прикол вичем, что в начале достаточно много всего насыпано. То есть ты можешь без проблем найти и аптечку, и пробив, и все что угодно, в принципе. Есть, есть чек-то здесь. Здесь все. Сейчас достаточно легко. Ух ты, я двурущ. Не играл я с этим оружием. Я, когда еще, скажем так, проходил ВВЗ. Этой истории не было. Друзья, напишите в комментариях, есть ли здесь вот эти вот команды ботом. Чтобы они брали аптечки или что-то такое. Дверь-ловушка, знаете, вот это вот с пробивным. Ставишь пробивной, и, собственно, тебя толпа преследует до конца карты, блин. Что он какой-то... Не знаю насчет этого меча. Что-то супер спорно. Как правило, берут что-то такое, что очень быстро может оттолкнуть. Как, допустим, ножи или что-то такое с большой скоростью атаки. Потому что, ну, в принципе, ты не палач, драться вблизи ты особо не будешь. Поэтому... Поэтому не знаю. Ну, какие-то вот какое-то такое оружие, которое супер долго бьет, это... Так, сипелищно, я так думаю. Как вы помните, и Саша проходил, и я проходил. Все проходили с ножами, вот как раз из-за скорости удара. Потому что важно вот как раз вот быстро оттолкнуть. Здесь какой-то ультрадолгий замах. Как я и говорил, у меня нет этого меча. Ну, может, он и есть, я не знаю. Но я когда смотрел, собственно, его не было. Его там, не знаю, надо собрать все документы, чтобы открыть. У меня документы все собраны, но почему-то меча мне не дали. Хотя могу ошибаться, может, он как-то по-другому получается. Я, если честно, не мониторил, ну, не помню. Надо сейчас по стелсам пикуна убить, потому что, если он закричит, это будет... Это будет капец. Есть пушечка. Штурмовушечка. Это очень неплохо. Это очень повезло. Несмотря на то, что здесь каких-то больших проблем получить tier 3 на дефе нету. Можно, опять же, взять через ящик. Я не знаю. Вряд ли это пофиксили, что можно брать сквозь какие-то предметы. Я б не лечил его. Потому что сейчас еще могут начаться какие-то проблемы по пути. Есть слева этот хер. Он его слышит. Он слева сидит. Вот, как я и говорил, я б не лечил. Сейчас. И получается история, что бот и целый, а ты пробит. Ну, в любом случае, здесь аптечка найдется еще по пути. Но желательно вот лечить, когда она именно находится. Потому что то, что бота убьют, это похер. Ты когда спрыгнешь вниз, там чекпоинт будет разбиться. Есть девайс. Надо в этот поезд идти. Тут, как правило, может быть ящик с аптечкой или с какой-нибудь полезной историей. Есть мини-дробаш. Пробило, нет? Ну, если он ищет пушку, есть. Да, эту херню не пофиксили. Мне вообще кажется, на самом деле, что разработчики просто нихуя не планируют фиксить. Ну, очень неплохо все провернул. Есть электросеточка. Расставляет все по моей методике. Здесь, в принципе, все, что надо вам поставить. Это вот в дальних углах сетки. И будет намного проще здесь отмансить. Есть вот еще одна сетка. Ее надо сюда вдулить. И, в принципе, ты сможешь это пережить вообще без проблем. Просто даже бегает. В идеале, ну, вообще, здесь дрона повесить на себя. То есть, не стоило ему вешать на бота. Потому что залог выживания, прохождение этого всего, это как раз не убить толпу, не нанести урона. Просто это все дело пережить. И дрон как раз и поможет тебе, скажем так, это сделать. Ну, в любом случае, дрон здесь достаточно быстро умрет. На плане того-то что. Ну, я вот эту сетку оставлял. Ее уже нет смысла ставить. Ну, как бы... Здесь вот реально две критические сетки. Это вот там вот сзади. То есть, ты можешь бегать без каких-либо проблем. И это вот вполне себе это схватает, чтобы все было. Здесь даже можно с одной сеткой спокойно это все дефить. Ну, если ты палач, если у тебя есть пила или что-то такое. То есть, оно проходится все легко. Ну, какого-то супер смысла их отстреливать здесь нету. Здесь имеет смысл отстреливать вот как раз по верхам, которые залазят. А вот эти кто, что бегут, ну, стрелять нет смысла. Он это все понимает. И сейчас... Сейчас вот как раз, как видите, он стреляет по верхам. Главное просто не давать им залазить. То есть, то что они висят там на этой истории, это вообще все равно. Там какая-то часть залазит. Кстати, обратите внимание, боты достаточно неплохо справляются. Но еще не было тарана. Вот таран. Ой, начинаются проблемы. Но ему в идеале надо было не здесь стоять. Ему в идеале надо было стоять вот там слева. На той небольшой возвышенности. Ну, я бы это не делал, на самом деле. Понятное дело, это сократит количество пиздяков, которые залезут. Но лучше оставить было бы вот эту всю историю на тарана. Потому что таран здесь придет еще не первый раз. То есть, их здесь будет достаточно много, поэтому лучше, конечно, на тарана это все дело оставлять. Хотя боты справляются, поэтому, может, это даже имеет смысл. Да, боты справляются. Ну, на самом деле, достаточно прикольно. Реально прикольно. Это, друзья, вам как варик, то, что так можно проходить. Я, на самом деле, скорее всего, об убегал. Я не тестил то, что вот так вот у бота хватает урона для того, чтобы убить на волну. Поэтому, ну, я на самом деле удивлен. Ну, сейчас будут аптечки, но сейчас будет все хорошо. Восстанавливаются дроны. Я, на самом деле, недооценил ботов. Сейчас надо всех полечить. Здесь, кстати, можно брать без проблем вот эту историю, которая захватывает мины и все такое. Здесь, как бы, нет каких-то таких мест, где ты не можешь убить крюку на быстро. Вот и очень неплохо справляются. Потрошки и вперед. Я скажу честно, я недавно смотрел на... Кто не знает, у Саши тоже есть канал в Ютубе. Там, скажем так, фаново в плане того, что он просто выкладывал свои видео. И там есть видео, там, где мы проходили еще нашим старым составом. То есть, там, где он записывал. Я, по-моему, даже тогда и не записывал. Мы просто играли по фану. И вот так вот смотришь, какая-то такая ностальгия. Не знаю, я хотел бы реально найти какую-то такую вот прикольную игру. Несмотря на то, что, блин, у ВВЗ не супер много фанатов. То есть, это не игра, которая там, блин, в которую играют все. Как, допустим, было с Left 4 Dead. Но, не знаю, вот тогда было какое-то такое прикольное время, когда ты что-то тестил, какие-то челленджи там, какие-то такие истории. Ну, то есть, это было все интересно. Есть кранатометик. Кранатометик, это круто. Это поможет. Мне, на самом деле, интересно, как он будет проходить вот финальный дефт. Потому что, я скажу честно, то, как он меня... Я б не убивал их. Я бы просто взял дрона, который захватывает всю эту историю. Ну, на принципе, вот он забежал. Здесь сейчас проблем уже каких-либо не будет. Взрывает контейнер сразу. Это не разумно. объективно надо убить под чтоб дрон не полетел но желательно скримера убить чтобы не потерять кого-то дрона хотя можно дрона потом повесить на себя и будете неплохо нет он вешает на бота все-таки у него есть план капкан чтоб боты тащили всю эту историю я на самом деле скажу честно и в ботах не уверен потому что я когда проходил сам вот там достаточно много карт боты очень часто не вывозят то есть когда ты делаешь на них ставку они просто дохнут поэтому я бы здесь скорее всего кидал бы на себя и в случае чего я вы просто мансил ну посмотрим как это все будет происходить мне реально интересно вся фишка в том то что когда ты переманиваешь вот эти все мины и всю эту историю то есть с той стороны авто турели то они достаточно неплохо помогают и дать и ту сторону но бунка уже уже слилась то есть я сейчас подниму но на блин это только первые ворота уже минус год 0 не знаю я ж говорю мне вы вот в действительности интересно рано зажег мне еще даже подниматься не начали это имеет смысл подрубать когда скажем так все идет вообще не по плану минусом на дрон опять же но вот как я говорил он рано поджог но вот обратите внимание то что они сейчас начали спрыгивать и там как раз вот нихуя нет уже то есть огонь прогорел это нам как раз делать вот сейчас уже авиаудар там по идее должен был быть откатиться надо прожимать здесь в теории это их и немного но мы уже можно было на самом деле мне кажется что и не прожимать потому что он большую часть как бы убил вот краса на сейчас если он избавился от них обычным образом только отстрелять он сейчас он на передергивает эту историю и здесь уже можно было бы последние ворота авиаударом или ну я не знаю я бы сделал так вот эти допустим авиаударом здесь был очень шикарно все зашло ну и все и карта пройдена все-таки боты подзатащили не знаю может я какой-то такой особенный то что они у меня умирают ультра быстро но собственно друзья чтобы до такого дайте это понятное дело то что нам тестить эту историю собственно вот и все друзья как я и говорил я оставлю ссылки на свои прохождения этой карты различными скажем так нестандартными способами поэтому можете посмотреть сейчас это все дело появится или уже появилась ну на этом все надеюсь это было интересно спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайк и шмите колокольчик всем пока спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал у меня был наезд и в шестерах так како работаю если бы